Полиция Гонконга во вторник начала разбирать баррикады протестующих, которые находятся в центре региона уже около двух месяцев. Правда, не всё, а только часть, которая была возведена у 33-этажного бизнес-центра «Ситик Тауэр». На место прибыло около 30 судебных приставов, чтобы проследить за выполнением постановления суда. Иск был подан владельцами здания. По их словам, зона вокруг небоскреба много недель была обнесена металлическими заграждениями. В результате часть улицы была заблокирована, и посетители не могли попасть вовнутрь. Протестующие, которые борются за ведение в Гонконге демократических выборов, мирно покинули территорию вокруг бизнес-центра, забрав свои одеяла и подушки. Они говорят, что просто перейдут на другое место. «Если им просто нужно очистить от баррикад парковку у «Ситик Тауэр», мы это принимаем. На самом деле, это напрямую не затрагивает нашу акцию. Кроме того, мы поддерживаем принцип мирного и ненасильственного сопротивления. Однако, если полиция попытается разобрать баррикады в другом месте, не в районе парковки «Ситик Тауэр», то это разочарует всех активистов, и мы будем пытаться с этим что-то делать». Протестующие настаивают, что к 2017 году в регионе должны быть введены свободные выборы, как это было обещано ранее. Однако глава администрации Гонконга говорит, что Пекин готов ввести всеобщее голосование только при условии предварительного отбора кандидатов. Он также отмечает, что мнение протестующих уже было услышано, и что им нужно покинуть центр Гонконга. Акция «Оккупируй центр» началась в конце сентября. За этот период между протестующими и полицией региона неоднократно происходили стычки. При этом активисты обвиняли стражей порядка в чрезмерном применении силы. Начало массовых протестов, которые на своём пике собирали до 100 тысяч человек предшествовал символический референдум. На нём около 800 тысяч жителей Гонконга высказались за введение всеобщих выборов. Впрочем, Пекин заявил, что результаты голосования не имеют никакой силы. Стоит отметить, что символом продемократических протестов в Гонконге стали зонтики. Ими протестующие защищаются от слезоточивого газа и перечного спрея, которое применяет полиция.